Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор имплодкомпании Тикмилл и семья Артул Эдзятуллин. Напряжение на Ближнем Востоке после ликвидации члена иранского генералитета Соединенными Штатами основательно спугнуло покупателей на фондовых рынках и обеспечивало стабильный приток капитала в защитные активы. Неприятие к риску не ограничивалось прошедшей неделей, продолжая диктовать условия на рынках в понедельник. Причина проста, это обещание Ирана мстить, оно держит инвесторов в подвешенном состоянии, так как диапазон ответных мер достаточно широк, вплоть до объявления войны Соединенных Штатов. Котировки золота подросли на 1,6% в понедельник до 1070 долларов за тройскую унцию. Это максимум с апреля 2013 года. Длинные позиции по золу сейчас простые, понятные и привлекательные, так как рынок склонен чрезмерно реагировать на угрозу эскалации. Разумно также ожидать, что подключили спекулянт, то есть усилился рост спекулятивного давления. Иран уже сообщил, что отказывается от соблюдения одних из ключевых пунктов ядерного соглашения, что практически равноценно выхода из него. Этот шаг будет иметь долгосрочные последствия для защитных активов, так как повысит общий уровень напряженности и будет держать его на повышенном уровне. Любопытной является версия о том, что распоряжение Трампа ликвидировать Ирана генерала может затем вылиться в такой формальный предлог сократить свое присутствие в Ираке. США, можно вспомнить, подобным же образом вышли из сирийского конфликта, ликвидировав Аль-Багдади. Наиболее вероятным ответом Ирана непосредственно на атаку считаются опции низкоинтенсивной войны. Это удары по нитяной инфраструктуре нефтяных держав-партнеров США, вам так говорят, на Ближнем Востоке. Атаки на западные нитяные компании, на нефтяные суда в Персидском заливе, убийства и похищения отдельных лиц, имеющих отношение к США. Да, нефтяные котировки также продолжили рост в понедельник на опасениях дестабилизации производства, или срывов нефтяных поставок со Ближнего Востока. После роста на 4% по концу прошлой недели цены на нефть выросли еще на 2% в понедельник. Дальнейшее укрепление цены, скорее всего, будет сдержанным, так как ответ Ирана может оказаться менее агрессивным, чем предполагается. Сейчас рейтинги иранского правительства среди населения находятся достаточно на низком уровне из-за напряженной экономической ситуации. Сейчас правительство, скорее всего, воспользуется ростом внешней угрозы, усилением угрозы в виде внешнего врага, чтобы замкнуть ряды граждан позади себя, что, очевидно, потребует от правительства жесткого ответа. Трамп предупредил о, возможно, несоразмерном ответном ударе, если Иран попытается атаковать американские цели, что также поддерживает напряженность на высоком уровне. В отличие от динамики прошлой недели, укрепление доллара прекратилось, он сейчас дает позиции, несмотря на интенсивное укрепление котировок золота и вот коррекция, которую мы сейчас здесь видим, некоторую стабилизацию цен. Обычий взгляд все-таки на золото не исчерпан, он остается в силе как раз таки из-за того, что конфликт имеет перспективы продолжения. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся сами в среду. Спасибо. Спасибо. Спасибо.